Жеребьевку участков земли по ДЖС для многодетных семей провели с соблюдением всех защитных мер. На процедуру распределения пригласили по одному представителю от семьи. За час до начала участники зарегистрировались и получили пакет документов, бланки заявлений и памятку о правах и обязанностях семьи, претендующей на получение земельного участка. Процедура жеребьевки земельных наделов для многодетных семей проводилась в Сарой впервые. Действительно историческое событие, поэтому прошу настраиваться на позитив и работаем четко по регламенту. Жеребьевка, процедура четко определена законом. Распределить нужно было 72 участка в районе улицы Нижегородской. На жеребьевку пригласили столько же семей, стоящих первыми в очереди на получение земли под строительство. К назначенному времени не пришли представители четырех семей. В барабан загрузили 72 конверта. В порядке очередности к барабану поднимались многодетные родители. Одни уверенно вытаскивали конверт из барабана, другие с волнением искали среди десятка одинаковых свертков свой счастливый. Выходили они из зала тоже с разным настроением. После жеребьевки доволен, остался доволен. Участок как надо, как хотел, по крайней мере. Все хорошо, ждал давно. Наконец-то дождались. Дождались наконец-то. Остался участок. Вы довольны своим выбором? Средним. Не то, что хотела быть, но, скажем так. Очень довольна выбором, очень довольна расположением. На самом деле решение о том, что я буду принимать участие в жеребьевке, приняла буквально за минуту. То есть я сюда шла, на самом деле отказываться от участия в жеребьевке. Планировала принять участие в другой раз. Год переживаний и год вот этой обиды, он остался, конечно, в душе. Что обещали одно, а в итоге пригласили на жеребьевку совершенно по другой земле. Вот эта обида осталась. Одна семья отказалась от участия в жеребьевке. Таким правом многодетные могут воспользоваться только один раз. Если семья откажется еще раз, то их снимут с очереди. Изначально ждали улицу Западную, на что мы пять лет, в принципе, и стояли. Но в последний год нас поменяли на Нижегородскую. То есть я как строитель знаю свойства той местности, соответственно, западной. И по финансам, то есть разница будет существенная для меня, по крайней мере. После жеребьевки в течение сентября земельные участки будут переданы семьям в собственность, и они смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. О сроках следующей жеребьевки сообщат дополнительно. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.